Всем привет, уважаемые друзья! С вами Владислав Стишенко и Эдуард Тулу Виттер. Да, мы сейчас находимся в Бангкоке. Довольно-таки была интересная поездка сюда. Нас оставило там около 18 часов с пересадкой в Бахрейне. Вы там оттянулись хорошо. Было очень весело. Чуть не пропустили самолет. Так бы остались. Бежали со стаканом виски на самолет, потому что немножко не рассчитали время. Думали, что у нас 4,5 часа до рейса. Оказалось, что меньше, потому что время чуть было перепутано. На самом деле было очень весело, но мы успели. Сегодня нас ожидает вечернее посещение различных мест в Бангкоке. Уже запланировали интересную экскурсию и своими впечатлениями, конечно же, поделимся уже на предстоящем виски-брейке, который анонсируем, я думаю, в ближайшее время. Правильно, Эдуард? Абсолютно. Вообще, цель нашего визита, друзья, 24 февраля пройдет презентация в направлении криптовалют. Это как раз таки актуальное в данный момент времени направление. Многие сейчас компании, в том числе наша компания Merlin Network, которую мы продвигаем, работая с криптовалютой такой, как биткоин. Поэтому в любом случае нужно посещать подобные мероприятия, обзаводиться контактами. Новыми знакомыми. Все верно, потому что нигде не знаешь, где ты встретишь потенциальных партнеров в свой бизнес. Которые тебе принесут потом огромные деньги. Да, Эдуард, расскажи подробнее, где мы планируем провести наш виски-брейк. Ну, смотрите, где мы будем виски-брейк проводить. Я думаю, многие из вас смотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Да, вторая часть. Вторая часть, да, из Вегаса в Бангкок. И там был момент, когда они были в одном очень интересном месте. Какой-то ресторан. Там, получается, есть гостиница какая-то крутая. И там на последнем этаже есть ресторан. Как раз-таки тот момент, когда там на вертолете делали захват вот этих преступников. Да, вот оттуда мы проведем вам виски-брейк. Будет такой виски-брейк. Надеюсь, нас не уехал захвата и будет. Да, из Вегаса в Бангкок. Из Москвы в Бангкок. Сейчас мы находимся, вот как раз наш отель находится прямо в центре Бангкока. И мы сейчас отдыхаем. Здесь на 12 этаже бассейн. Вот, кругом. Нет, не встань, не покажи. В другом не поскребы. Давайте посмотрим. Я туда, конечно, ростом не выдался. Наверное, не дотянусь. Сейчас посмотрим, что там получится. На что я деваю, в принципе, поскольку. В общем, смотрите, друзья. Тут кругом красотища. В общем, прям самый центр. Мир, можно сказать, одного из самых весомых городов Азии. Азиатского мира. Мы только что обсуждали, как раз Владом, момент, что Азия делится. То есть не Азия, а мир делится вообще на 5 основных категорий. Это вот как раз-таки русский мир, Европа, азиатский мир, американский и Латинская Америка. Радуйся на качестве. Вот сейчас мы находимся в одном из самых крупных городов Азиатского мира. Здесь более 10 миллионов человек живет. То есть, знаете, вот такая вот азиатская Москва, можно сказать. Ну, движуха здесь вообще нереальная на самом деле. Мы выходили сейчас на улицу. Тоже пробки, много людей. Я так понимаю, что в 7 часов вечера начинается совсем другая жизнь, о которой пока что говорить в подробностях не можем, потому что только маленькие. Сами не знают. Зато мы сейчас походили по торговому центру. И хочу развеять один миф про Макдональдс. Вот многие люди говорят, Макдональдс в Таиланде, он не такой, как везде. Ни хрена, такой же, как и везде. Ничего там не отличается на самом деле. То есть, абсолютно одинаковый. Вот. Поели мы, проходили еще, ну, посетили несколько кафешек, несколько ресторанов. И даже решили попробовать, что едят обычные тайцы. И зашли просто в самую обычную столовку, где кушают, ну, сотрудники торгового центра. Вот. Я заказал супчик, который вверху был очень вкусный. Но когда я черпанул снизу, что-то там не то попалось, не знаю. Может, он плюнул туда. Эдик, я смотрел, как он готовил. Не было этого. Не было, не было. Может, когда в целом ковшу заваривал, я не знаю, для специи. Было невкусно очень. В общем, Эдик, ты закритиковал местную кухню. Мы потом пошли в Макдональдс. Там уже по привычке, там, ну, порой бывает, заходишь в эти фастфуды. Ну, в принципе, все как обычно. Также там готовят такие же, не знаю, эти бургеры, картошки. Все то же самое. Ну, и по ценнику здесь все достаточно приятно. Если не взять, допустим, какие-то торговые центры, которые больше, наверное, для туристов. Если вот местная кухня, то все достаточно таки дешево. Допустим, что мы заказали там лапшу, еще что-то. Это все там вышло 100 рублей, 150 рублей блюда. И блюдо не такое, как в русском мире, да? Там приносят маленькую порцию, чтобы просто понюхать. А именно действительно можно есть. Такие основательные, да. Да, да. Я прям вышел, мне аж дышать нечем. Еле с вами разговариваю. А, и, кстати, Uber тоже работает в Бангкоке. Uber работает, да. Мы вышли с аэропорта. Заценили то, что ценник вне Uber в три раза дороже. Так что будьте бдительны, цените свои деньги. И зачем, как говорится, тратить больше, если можно тратить меньше. А еще у нас была очень интересная женщина-водитель, которая... У нас есть сомнения, женщина ли она вообще. Потому что с виду симпатичная женщина, а голос совсем не женский. То есть именно такой... Такой, да, да. Серьезный. Серьезный голос. Женщина за рулем, она, может, и должна? Ну, наверное, да. Такая внушительная говорить. Ну, как бы, исходит еще много мифов, которые, я не знаю, получится нас развеять или нет. Хотя, на самом деле, не знаю, как мы будем развеивать именно этот миф. Что здесь полно транссексуалов. Вот. Ну, вот. Поэтому, как бы, возникают некие сомнения, кто был наш водитель. Женщина или нет. Ну, да. Но я думаю, мы сегодня как раз таки сделаем такую вечернюю ночную экскурсию. И будет очень много ярких впечатлений, которыми обязательно с вами поделимся, дорогие друзья. Всем успехов. Всем пропита.